Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим, выкатываем на несколько каточек ТВП VTU. Что это за машинка? Это среднячок 8 уровня, который вас ведет в сборной Европы к ТВП Т5051. И скажу откровенно, машинка мне не зашла, машинка мне не понравилась. Я просто прошел ее, перешел на Шкоду Т50 и благополучно забыл и удалил из ангара. Сейчас я приобрел эту машинку лишь для того, чтобы показать вам, какая она в игре, если вы будете катать ее исключительно для открытия 9 уровня, не более того. Соответственно, будем катать на базовом двигателе, базовых гуслях с башней, которую в любом случае вам придется пройти и на орудии, которые в любом случае придется открыть. Дело в том, что платить, ну грубо говоря, 12 здесь плюс 16 тут, того получается 28 уже и плюс еще 46 и плюс еще 15. Короче говоря, платить половину стоимости опыта, который необходим для того, чтобы открыть себе Шкоду Т50 и перейти на 9, я просто пожлобился. Ну вот говорю как есть, ребят, ну уж простите меня за мой французский. Короче говоря, ребят, я не видел смысла, соответственно не открывал. Сейчас покатаем с вами эту машинку и представим себе, ну или увидим, насколько сложно или не сложно выкатывать данную машину исключительно в стоке, ну кроме безусловно проходной топовой пушки, для того чтобы выкатывать ее и соответственно открывать 9 уровень. У меня абсолютно ничего не установлено, у меня 84% экипаж, я единственное, что сейчас куплю себе орудийный досылатель для того, чтобы немножко подувеличить скорость перезарядки. Я поставлю себе голды от балды, я поставлю себе амуницию, которая должна помочь мне ускорить перезарядку. Сейчас только здесь глянем. Время перезарядки всего лишь на 11 сотых секунды, ну как бы не фонтан, зато здесь увеличивается чутка получше подвижность. Поэтому беру это. И здесь переставлю себе исключительно под свои пальцы, как я привык. Мы с вами обязательно сейчас заценим орудие и ринемся с вами в бой. Что собой представляет пушка? Пушка собой представляет средний урон в 280 единиц альфы на 8 уровне. Для средняка вполне нормальная цифра. 175 пробития, тоже плюс-минус нормально. Перезарядка долговатая, 8,5 секунд. Мне, честно говоря, с такой перезарядкой на 8 левеле на средняке играть немножко было дискомфортно. Угл склонения вниз, минус 6. И на горках, на каких-то, на холмистых картах отыгрывать на этом средняке, особенно где-то там пытаться с кем-то кружиться в танце с противниками, не очень удобно, честно говоря. Что же касается урона в минуту. 1970, но его еще надо попытаться реализовать. Это как бы не аксиома абсолютно. А разброс на 100 метров, как бы и время особенно сведения, меня всегда просто вымораживали. Почему разброс вымораживал, даже не знаю. Дело в том, что вроде цифра приятная, а играется он, честно говоря, как-то, но сложновато. Время сведения 5,2, ну, как бы по цифре, сами понимаете, не сильно комфортно. Ладно, обсудили орудие таким, какое оно есть. Ринулись в бой, ну и посмотрим, что мы сможем, ну и насколько сложно нам будет. Пока мы забрасываемся в бой, хочу попросить каждого из вас подписаться на канал. Это секунда времени. И, что самое интересное, в проведении подписки на мой канал вам ровным счетом ничего стоить не будет. А я вам буду безумно за это благодарен, за поддержку моих начинаний и за оценку позитивную моих трудов. Итак, ребят, безусловно, мы едем на базовом движке, мы едем на базовых гуслях. Но даже на базовом движке, на базовых гуслях машинка играется терпимо. Да, безусловно, если вы поставите себе самый топовый двигатель, поставите себе топовые гусеницы, вы будете куда бодрее. Вам будет куда удобней и спокойней передвигаться по карте, вы сможете подтягиваться. Но мне этого хватило. Мне хватило этого для того, чтобы открыть себе девятый уровень. Ну и, соответственно, я думаю, что и вам должно хватить. Ну вот по бронированию, как вы видите, один снаряд не залетел, второй снаряд попал. Попал он нам от борща. Ну, короче говоря, броня, честно говоря, против ПТшек, ну, прям такая себе. Особо не потанкуешь. Вообще, честно говоря, есть мало танчиков, которые против борща могут нормально потанковать. Поэтому здесь, наверное, претензия больше не к бронированию данного танка, а честь и хвала пушке борща. Так, нам зашли в корму. Уже очень плохо. Особо ничего позитивного нам это не сулит. Время перезарядки, как я уже сказал, такое себе. А вот сейчас играют нам не на руку наши углы склонения. Ну и подвижность, соответственно, безусловно, тоже не сильно нам сейчас на нашей стороне будет. Все-таки, как-никак, сваливать нам пришлось, ну, а в танце покружиться не получится. Ну, вот мы, ребят, в первом бое и в ангаре пробили нас в ВЛД, пробили нас выше ВЛД в планку, вот в эту переднюю, да. Ну, короче говоря, танчик пробивается, и пробивается он легко. Понятное дело, что в корму нам закинули абсолютно без печали и без каких-то сложностей. Досматриваем бой и запрыгиваем в следующий. Итак, братцы, закончился бой, бой закончился победой. Спасибо большое команде за то, что они сделали это. 614 единиц урона, по результатам мы получаем, ну, фиг да нифига, 600 опыта ушли в минус по серебру, и в команде по урону мы на последнем месте. Безусловно, не каждый раз танчик так играется, но в целом у меня он игрался приблизительно где-то как среднячок. Он никогда у меня не был там в основном в топе команды по наносимому урону. Ну, и мне кажется, что это закономерно, с учетом его долгого времени сведения, хоть и большой альфы, сравнительно большой, как для среднего танка, но в то же время довольно-таки долговатой перезарядкой. Поедем сейчас, немножечко пободаемся с СТшками. Не хочу, честно говоря, отставать от наших друзей, не хочу уходить от команды куда-то, переезжать на какой-то фланг. Поеду с ними, буду по чуть-чуть как-то тыкаться, ну и, соответственно, чего-то пытаться делать. У меня как-то на этом танчике никогда не получалось прям самостоятельно где-то что-то вытаскивать, ну и, соответственно, что-то прям сумасшедшее на нем творить. Углы склонения, ну вот сейчас на вот этой вот горке опустить пушку вниз для того, чтобы прицелиться на ту сторону, ну прям совсем не получается. Ну, а дальше немножечко больше выехать, соответственно, получишь по голове от товарища, который будет тебя выцеливать. Ну вот, выехав прям вот на самую горку, и то, знаете, с таким, я бы сказал, довольно-таки трудом получается выцеливать противника из-за горы. Ну вот тот редкий случай, когда пушка, вне зависимости от того, полностью ли вы свелись, откидывает действительно туда, куда бы вам хотелось. Углы склонения вверх, они довольно прикольные, то есть на танчике отыгрываются нормально. Простите, пожалуйста. Так, сейчас посмотрим на товарища Центуриона. Ну вот при полном сведении и в полном спокойствии танка, в принципе, пушкой отыгрывать на средних расстояниях можно. Безусловно, бывают иногда проколы, безусловно, бывают иногда полеты снаряда, не совсем кто-то куда-то рассчитывал, но это уже и сдержки, и, соответственно, к ним необходимо быть готовым. Перейду на голду, так, чтобы наверняк, но, как видите, отхватываю, отхватываю жестко, отхватываю неприятно, и добирает меня Скорпион. Я, честно говоря, рассчитывал на то, что он уехал отсюда, надо было мне под горку подниматься. Ну да бог с ним, отыгралась так, как отыгралась. Сейчас, в принципе, танчик мы заценили, я показал вам, на что он способен. Безусловно, в чьих-то руках он будет способен на большее. Я не говорю о том, что танчик прям совсем фуфло, но нету в нем какого-то, знаете, вот огонька, нет в нем какого-то азарта, нет экстрима, ну разве что попытки выжить. Поэтому, честно говоря, танчик я у себя в ангаре и не оставлял. Теперь давайте посмотрим на результаты данного боя. Чем они отличаются от предыдущего? 1390 единиц урона, знак классности третьей степени, один уничтоженный противник. Мы получили 732 единицы опыта. И медленно или печально, а может быть и кому-то весело, потихоньку подвигались бы к девятому уровню. Но, поверьте, уж очень потихоньку. Мы заняли среднее место по урону, согласитесь, ребята отыграли, но прям совсем красиво, некоторые там совсем не отыграли. Ну, короче говоря, вот такой он вот, ТВП, ВТЮ. Теперь давайте будем суммировать, насколько комфортно или некомфортно будет двигаться по ветке. Я бы сказал так, для меня лично первые три танчика, Шкода Т25, Т34-100 и ТВП, ВТЮ, они были самыми унылыми и самыми неприятными танками в ветке. Зато дальше, когда вы получаете Шкоду Т50, когда вы получаете на финише ТВП Т50-51, который кардинально отличается, по моему мнению, от всех средних танков 10 уровня, есть в нем его изюминка. И кто хочет, вот здесь вот сейчас появится ссылочка на видео на десяточку, можете посмотреть обзорчик, поймете, о чем я говорю. Короче говоря, ТВП ВТЮ для меня был танком, который просто надо было пройти и в чем-то перетерпеть. Именно поэтому я и не сохранял его в ангаре. А на данный момент у меня все, это был честный обзор на ТВПшку 8 уровня. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь по желтому шильдику в правом углу, я вам буду безумно благодарен. Ставьте лайки, пишите комментарии, я отвечаю абсолютно всем. Ну вот как бы и все. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok